На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! Сборная Беларуси по мини-футболу практически обеспечила себе место в следующей стадии отбора на чемпионат мира. Во втором матче квалификационного турнира, который проходит в Минске, белорусы со счетом 5-0 обыграли команду Андоры. Забитым мячом в этом поединке отличился игрок гомельского ВРЗ Владислав Селюк. Голкипер еще одной гомельской дружины БЧ Владимир Стремилов защищал ворота нацкоманды во втором тайме. Днем ранее белорусы забили пять безответных мячей ворота команды Косова. Завтра нашей команде предстоит матч против сборной Норвегии. Подопечных Андрея Толмача устроит и ничья. Кстати, этот поединок станет двухсотым в истории белорусской сборной. Еврокубковый уикенд. Женская команда гонбольного клуба «Гомель» в субботу и воскресенье проведет поединки 1-8 финала Кубка вызова ЕГФ. Игры пройдут в Гомельском дворце игровых видов спорта. Бороться за путевку в четвертьфинал дружина Тома Жичатора будет против команды Кока из хорватского города Вораждин. В чемпионате Хорватии команда занимает четвертое место. От тройки сильнейших подопечных Владимира Конюги отделяет всего один балл. В «Гомель» Кока отправилась в хорошем настроении. 30 января в рамках чемпионата Хорватии была обыграна Трешневка из Загреба 26-23. В субботу стартовый свисток во дворце игровых видов спорта прозвучит в 17.00. В воскресенье матч стартует в то же время. Хоккейный клуб «Гомель» прервал безвыигрышную серию, которая насчитывала более десятка матчей. В очередном туре чемпионата страны в экстралиге «Рыси» на выезде играли с «Динамо» молодечно. Гости усилиями Сусла в первом периоде вышли вперед. Чуть более минуты понадобилось Белевичу, чтобы восстановить паритет. Каракулько во втором периоде вывел Зубров вперед. Отыгрались гомельчане на старте заключительной трети. Семочкин уравнял цифры на табло. А вскоре хозяева были уже в роли догоняющих. Колышкин сделал счет 3-2 в пользу Гомеля. Удержать победный результат гостям удалось. Жлобинский «Металлур» гостил у молодежной сборной Ю-20. К экватору первого периода Столевары уступали 0-2. Гостевые ворота поразили Игнатов и Котеловский. Комбэк у жлобинчан получился довольно быстрым. Обметка и Чирова к 32-й минуте уравняли шансы коллективов на победу. Решающей стала 45-я минута. Ошибка у своих ворот стоила Столеваром зачетных баллов. Крылович принес победу молодежке 3-2. Завтра «Металлург» играет с «Динамо» молодечным. Гомель отправится в гости к молодежной сборной. Областное первенство по общей физической подготовке по академической гребле завершилось в Гомеле. Более сотни юношей и девушек боролись за призовые места. Юные гребцы выступали в двух возрастных группах. 15-16 и 14-13 лет. Лучших определяли в тяге штанги лежа, напрыгиваниях на скамейку, прыжках в длину и беге. В общекомандном зачете первая стала сборная Гомеля. За ней расположились команды Мозеря и Жлобина. В личном зачете гомельчане отличились во всех дисциплинах турнира. Но в напрыгиваниях на скамейку в младшей возрастной категории заняли все призовые места. Сразу скажу, что соревнования являются такими достаточно массивными для детей, будем говорить, младших возрастов. Они отправными, эти соревнования являются, потому что это отборно-республиканское первенство. Достаточно большое представительство Гомеля и Гомельской области. И весьма неплохие результаты показывают подрастающее поколение. Мы надеемся, что из этой плеяды выйдут достойные потом уже участники более высоких соревнований, мирового масштаба, во всяком случае. Это резерв такой. Лучшие спортсмены областных соревнований попадут в сборные региона и побоются за награды республиканского первенства. Эти состязания 12 и 13 февраля будет принимать Полоцк. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Саевин. Оставайтесь на Беларусь-4.